Восточная шкатулка Восточной Азии она всегда была под вопросом, но многие страны кредитовали и Бангладеш, и Пакистан кредитуют, и Шри-Ланку. Вспомните два года, какой кошмар творился на Шри-Ланке, когда в этом государстве даже не было бензина для того, чтобы подвезти товары к берегу, для того, чтобы заправить корабли, яблок топлива. Когда остановились машины, перевозки, и огромные долги были у этой страны, она зарезала в Шри-Ланку, зарезала в долги, и просто они реструктурированы, но они их не простили. В Бангладеш – та же самая ситуация, которая творится. Есть, конечно, повод, почему это произошло. Естественно, руководство страны ввело квоты на занятия государственных должностей. То есть, по сути дела, как обвинили руководство страны в том, что вот эти квоты нацелены на то, что теперь молодые люди не смогут получать квоты в государственных учреждениях, и пробиться нельзя, потому что они ограничены. Зато родственники руководства страны будут получать эти должности без всяких квот. Да потом этот закон был, кстати говоря, парламентом отменен, но уже неважно, правда ли или неправда, были бы заблокированы все возможности получения должностей. Протест пошел. 15 лет у власти находилось нынешнее правительство Бангладеш. И если мы посмотрим, вот то, что произошло, это завершающая часть огромной истории, которая базировалась на том, что Бангладеш методично, как государство, брало долги, залезало в долги, не управляло ими, не умело рассчитываться. И вот я тут даже в своем телеграм-канале опубликовал, что есть из этой ситуации, кстати говоря, народы Бангладеш, которые, в общем, обеднел, есть три пострадавших страны. Это три крупнейших двусторонних кредитора Бангладеша. Япония, Россия и Китай. Вот эти три страны, которые выдавали кредиты довольно большие, причем очень сложно, ну, российские кредиты вообще очень сложно подсчитывать, они прямые, непрямые. Китайские кредиты подсчитать можно, они подсчитаны, то есть Китай выдавал, мы знаем, только на конец 23-го года, он выдал кредитов на 100 миллиардов долларов Бангладеша. И помимо этого была еще заложность перед Всемирным банком у Бангладеша, там почти на 20 миллиардов долларов. А по кредитам ежегодно Бангладеш выплачивали Китаю 251 миллион долларов. Я вас уверяю, для Бангладеша это большая сумма. И вот, казалось бы, что мы, никто не понимал, что в Бангладеш экономика построена так, что ее компенсировать, то есть вернуть эти долги невозможно. И вот сегодня там многие спрашивают, а вот поскольку руководство страны практически, как говорится, сбежало, и Шейх Хасина, премьер-министр страны, убежал из страны после действительно кровавых выступлений, более ста человек погибло, до сих пор, по сути дела, демонстрации продолжаются. Что, как человек, который 15 лет находился в власти, не было понятно, какую экономическую политику она ведет, насколько она профессиональна, почему им все равно выделяли кредиты. И вот здесь мы видим одну поразительную вещь, которую вообще характеризует современный мир. Многие, будем говорить откровенно, многие страны за счет кредитов, их не пытаются развить, развить экономику, стабилизировать социальную жизнь, а пытаются купить лояльность этих стран. И целый ряд стран, правительств, точнее, не стран, часто этим характеризуются африканские страны, но, как мы видим, и южноазиатские страны, они пользуются, они продают свою лояльность. Абсолютно не умеют управлять экономикой. И формально что получается? Это вот для Бангаладеша, это конкретный пример, это суверенный долг. Это значит, что кто бы сейчас не пришел к власти, скорее всего, придет Бангаладеш, Бангаладешка национальная партия к власти, им придется возвращать. Этот долг не простят. Его можно реструктуризировать, его можно каким-то образом, так сказать, раскачать, размотать по времени. Есть способы урегулирования долгов. Но сказать, что мы списываем долги все, и Китаю, и России, и Японии, и Всемирному банку, это не приходится. Вот это то, что творится сейчас. Это всего лишь один пример в Азии. Я вас уверяю, что есть и другие азиатские страны. Например, здоровье Шри-Ланки, как экономики именно, острова, на который очень любят ездить, и российские туристы, на мой взгляд, находится под большим вопросом. Под большим вопросом здоровья и Мальдив, например. Например, экономическое здоровье, не говоря уже о многих африканских странах. И вот, в принципе, по отдельности любая страна может забрести в экономические проблемы. Бывают перекосы. Например, вот как преми-тренинг случаются перекосы в экономике Таиланда. В принципе, довольно здоровые, но когда, например, Таиланд начинает вкладывать деньги в развитие промышленности, не имея, например, своих больших ресурсов для ее развития, то есть ни кадров, ничего. И то есть деньги затрачены, а отдачи нет. Это бывает. Но когда на этом фоне мы видим еще и очень проблемные ситуации в США, я имею в виду в экономике, в Японии, то есть в странах-лидерах. Когда, например, итоги второго квартала развития Китая, конечно, не критичные, но и не особо впечатляющие. Например, тот же самый рынок недвижимости в Китае продолжает стагнировать. И, в принципе, это то, что называется, многие говорят, что конфликт с недвижимостью в Китае, вот эти вот рынки недвижимости, он привел к ситуации, которая называется, это просто китайское выражение, тяжелое похмелье. Это значит, что люди, которые в течение десятилетий накачивали недвижимость пузырями, деньгами, разгоняли какие цены. Многие компании, которые занимались недвижимостью, котировались на шанхайской или гонконгской бирже. И цены улетели на недвижимость куда-то просто в потолок. И когда все это рухнуло, в одночасье огромный сектор промышленности, который включал не только те, кто строит и продает, а те, кто обслуживает, те, кто занимается ипотечным кредитованием, он взял и просто грохнулся. Еще раз говорю, в одночасье, в один день. Интересно, что когда вот сейчас уже ретроспективно изучать, почему в данном случае китайский рынок упал, у него были причины. И я с большим интересом, я не буду специалистом большим по рынку недвижимости, читал, как многие китайские экономисты очень грамотно писали о том, что когда какая-нибудь компания Evergrande, это та, которая полностью обанкротилась, еще в 2016 году начала такие стратегии, что они давали скидки, 20% скидки в качестве такой затравки для распродажи, надеясь, что потом рынок будет расти и потом может быть покрыть эти скидки. Эти скидки были даже ниже, то что называется, прайсовые цены. И вот уже было понятно, еще там до ковида, до всего, что у этого Evergrande огромные проблемы с ликвидностью, чрезмерная задолженность, отсутствие банковской поддержки своих кредитов. Но банки считали, что у них достаточно залога, все нормально. И вот эта идея того, что экономика, китайская экономика разогналась так, что с ней ничего не случится, она буквально застела глаза. Алексей Александрович, я прошу прощения, но поскольку понятно, что вы рассказываете про Китай, но тут какие-то параллели не могут в голову не приходить. В Китае же тоже говорили в свое время, что строительная отрасль, это практически единственная отрасль, которая дает такой мультипликативный эффект в экономике, что никто не сравнится с ней по этому делу. Поэтому туда надо вкладывать как раз деньги. Опять же, это решает социальные проблемы. Давайте мы из Лачук переселим всех в жилье. И к какому-нибудь году на каждого китайца будет приходиться столько-то квадратных метров, а строительство мелких студий мы запретим, чтобы всем было хорошо. Здесь, вот если мы берем строительство, такой клубок интересов и лоббистов, например, и, может быть, каких-то искренних заблуждений по поводу того, что нужен локомотив, который потянет все за собой. И плюс социальная политика вплетается. И, конечно же, это еще и способ для огромного количества людей, у которых появились деньги, надежно их сохранить. И в Китае тоже была такая проблема. А куда же еще вкладывать? Конечно же, в недвижимость прежде всего. И вот этот клубок накручивается, и пока не происходит обвала, все искренне верят в то, что это именно так. Что вот туда именно надо вкачивать. Что это надо поддерживать любыми путями, даже в ущерб чему-нибудь. А кто говорит, что надувается пузырь, они все враги, они, значит, вот паникеры и вообще против экономического роста нашей замечательной страны, в данном случае Китая. Абсолютно точно сказано. Именно так и происходит. Вот просто 100% соглашусь. Потому что, да, действительно, будем честны, политика очень серьезно влияет на экономическое мышление. И, как я уже много раз говорил, в Китае, в принципе, критиковать экономические решения можно. Политические нельзя критиковать. Но когда бывает такое, что политические интересы резко пересекаются с экономическими, люди уже вообще просто боятся открыто высказывать эксперты и мнения. Я не вижу там какие-то мнения обывателя, которые плохо понимают, как устроена глобальная экономика. Эксперты просто боятся высказывать свое мнение. Но есть же объективные цифры, на самом деле. И их видим, если я их вижу, то их, естественно, видит и китайское руководство там в десятикратном размере. Я просто приведу простой пример, я приведу его на память, но я думаю, если не сильно ошибусь в цифрах. Значит, в настоящий момент на китайском рынке выставлено на продажу коммерческое жилье, то есть то, которое можно купить, превышает 743 миллиона квадратных метров. Много это или мало? Это на почти больше, чем на 15% больше, чем в тот же период, до тот же период в прошлом году. То есть жилье продолжает строиться, люди продолжают его не покупать, но машина запущена, потому что, грубо говоря, заводы, которые выпускали арматуры и бетонные изделия для строительства домов, и там огонные конструкции, им некуда больше податься вообще, потому что это не просто падение рынка, это значит, надо остановить огромную индустрию. И если мы думаем, что это там всякая ерунда, вот просто еще приведу простую цифру. Есть индекс задолженности, сколько домохозяйств, грубо говоря, одна семья, то есть отношение долгов домохозяйства к ВВП. Естественно, чем меньше долгов домохозяйства, тем экономика устойчива, значит, люди меньше кредитуются, и они живут на собственные деньги. Кредитоваться не страшно, это понятно, люди кредитуются и вкладывают куда-то деньги в строительство своего дома. Но когда количество кредитов превышает разумные пределы, разумные пределы, обычно говорится, 25, 30, 40%, это уже опасно. И вот накануне, помните, был такой азиатский экономический кризис 2008-2009 годов, вот накануне этого кризиса, предкризисное явление, почти два, вот это отношение долгов домохозяйства к ВВП было 20%. Вот сейчас, когда мы с вами говорим, отношение долга домохозяйства к ВВП достигло 69%. То есть домохозяйства должны колоссальную сумму банкам, региональным, кредитным банкам, государственным банкам, частным банкам, трассовым фондам и так далее. Китай закредитован именно вот на уровне бытовом не меньше, чем США. Это значит, если бы это был опять-таки вопрос, речь шла о небольшой стране, она ерунда. Но кредитность, закредитованность таких стран, как Китай, как США, как Япония, ведет к тому, что мы имеем дело с тем, что производительность меньше, чем цена, за которую платим. То есть люди привыкают жить в долг. Кстати говоря, закредитованность российского населения, о котором очень многие говорят, сейчас я не помню точную цифру, но она значительно меньше, чем в Китае. Потому что, ну вот, может быть, так и сложилось, и мы привыкли, что мы в долг не живем, мы стараемся там не влезать в большие кредиты. Вот в Китае это очень серьезная история. Правильно, когда мы говорили о том, что рост цены на недвижимость, это всегда, и вообще ипотеки, это всегда показатель быстрого роста здоровья нации, потому что люди думают о будущем. Это правда, они хотят жить в хороших квартирах, они понимают, что в них они будут рожать детей, приводить туда своих жен или мужей. То есть вот это рост, это позитив такой. Но с какого-то момента, как это было в США одно время, и как стало в Китае, сама по себе недвижимость становится чисто спекулятивной структурой, когда человек покупает, чтобы перепродать. Кстати говоря, принесли это, на мой взгляд, специально не видел исследование, принесли это иностранцы. И еще в 2000-х годах я знал очень много американцев и канадцев и французов, которые специально приезжали в Китай, в основном в Шанхай и в Пекин. И тогда, в тот момент, на краинах Пекина и Шанхая скупали строящиеся дома. Не дома, даже квартиры, какие-то таунхаусы, небольшие поселки. Складщину покупали формально. Это кого-нибудь китаец строил этот небольшой поселок, и где-то две трети домов скупали иностранцы, которые сразу вкладывали деньги, а потом сдавали их в аренду. Потому что тогда в Китае все это дело быстро развивалось. Потом перепродавали. Китайцы очень быстро поняли эту схему, что надо вкладывать на будущее. И любой человек, который разбогател, он вкладывал, 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 и мы видим, что, например... И мы видим, что Вера Грант накрылся. На этом мы поставим запятую. Вера Грант накрылся, да. Да, у нас реклама, новости, а затем Алексей Маслов продолжит. Восточная шкатулка. Вера Грант накрылся, да.